С 1 декабря в Чебоксарах подорожает проезд в троллейбусах столицы, правда, только по безналичному расчету. 16 до 18 рублей. За наличные можно будет ездить по-прежнему за 20 рублей. Эта мера вынуждена, отметили на планерке в администрации столицы. Но даже несмотря на подорожание в Чебоксарах среди других городов Приволжского федерального округа, стоимость проезда на общественном транспорте самая низкая. За 9 месяцев этого года мы сократили убытки на 60 миллионов рублей по сравнению с тем периодом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но этих мер недостаточно. Деятельность до сих пор убыточна. Несмотря на принятые меры по оптимизации расходов, по сокращению персонала, не хватает также субсидий из бюджета. Поэтому для того, чтобы своевременно рассчитываться с поставщиками, осуществлять деятельность, закупать новую технику, нам необходимо увеличить выручку троллейбусного управления и поднять тарифы. Сегодня в столице ежедневно выходят в рейсы более 700 единиц муниципального транспорта, в том числе 198 троллейбусов и 510 автобусов малой вместимости. С 1 декабря в рамках транспортной реформы это количество изменится. В рамках оптимизации с 1 декабря текущего года планируется эту цифру сократить. Автобусов будет выходить на муниципальные маршруты 350 единиц, в том числе 125 единиц автобусов средней и большой вместимости. Данное изменение позволит не только сохранить, но даже несколько увеличить пассажировместимость и провозную способность муниципального транспорта. Транспортную реформу планируют завершить к июню 2019 года. К этому времени планируют запустить 89 малых автобусов, 194 средних и 11 больших. Общей пассажировместимостью 16 тысяч человек. В Чебоксарах в рамках проекта «Открытый город» прошла очередная встреча жителей и представителей администрации. В этот раз на вопросы горожан отвечала заместитель главы Алла Салаева. Доступность детских садов – один из первых вопросов, который прозвучал на встрече. Дело в том, что работодатель у супруги, может быть, не захочет ждать, когда она соизволит выйти. Встает вопрос, либо супруги увольняться, чтобы с кем-то хотя бы ребенок остался, либо, может быть, что-то посоветуете. Место в садиках есть для всех, подчеркнула Алла Салаева. Другой вопрос – шаговая доступность. Вам, если вы приходили в администрацию, дали на выбор другие детские сады и сказали, уважаемый Дмитрий, мы именно в шаговой доступности в микрорайоне садовой, вашему ребенку сейчас не можем места дать, потерпите. Но через две остановки или через три, ну территориально дальше, да, там место есть на полный день. Или, вам наверняка сказали, можно рассмотреть вопрос полдня и так далее. Транспортная реформа, дорожные знаки, строительство новых школ, ремонт дорог. На встрече говорили о развитии города и его перспективах. В Чебоксарах появляются новые общественные пространства. Акадетский сквер, фонтаны напротив универмага Шупашкар, Московская набережная. Идет работа над проектом «Чуваше сердце Волги». Все желающие могут принять участие в общественном обсуждении. Оно пройдет 1 декабря. Продолжение следует...